Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдвард Петер. И мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем вам в Новом Году всего самого наилучшего, творческих успехов, здоровья и хорошего заработка. Так примерно я себе думал поздравить вас с Новым Годом, перед самым Новым Годом. Но, понимаете, дело в том, что судьба стокеров, а мы с вами все, немножко стокеры, двигает нас в сторону того, чтобы опережать праздники. Что я нынче и сделал, я приготовил почти 76 картинок из собачек и без собачек, поставил, ну, немножко начало продаваться. Но не в этом дело. Когда я создал вот эту праздничную атмосферу, вы, наверное, поняли, что чего-то не хватает. Ну, естественно, не хватает шампанского, как всегда. Есть еще один атрибут, без которого, как бы, без запаха которого наш праздник считается, как бы, неполным. Вы примерно догадываетесь, о чем я. Это мандарины. Правильно, дорогие друзья. Хотя они сейчас и называют. Тут у нас какие-то крементины. Ну, они побольше, чем вы даете, да? Но, тем не менее, это по-прежнему тот самый знакомый мандарин. И вот, что мне, друзья мои, подумалось. Дело в том, что после тыквенного конкурса потом у нас был яблочный. И, как мне подсказали на одном из наших посиделок, а почему бы не провести мандарин? Я охватился за эту идею, но я решил как-то оформить немножко под руком в этот раз конкурс. Я заметил, что яблочным, да, женщины брали, скажем так, своим женским, да, это вкусно приготовленные, там, блюда с яблоками, аж свинки текли и так далее. И я заметил склонность мужчин, в общем-то, к какому-то такому action, скажем так, действию, да. То в воду бросали, то поджигали, то еще чего-нибудь. И поэтому после долгих, правда, я целую неделю думал, с прошлой пятницы, да. Или с понедельника, не важно. Я подумал о том, чтобы провести действительно этот конкурс предновогодний, где главным героем в главной роли будет выступать мандарин. Но в этот раз я решил немножко изменить правила и как этот конкурс будет проводиться. систему. Я хотел сначала посоветоваться с вами. Сегодня как раз посиделки, вы помните, да, в 20 часов по Москве. Мы с вами встретимся, еще можем об этом поговорить. Но решение мое таково, что мы сейчас с вами проведем конкурс. Ну, не прямо сейчас, а немножко погодя. Сейчас я возьму календарь, и мы с вами разберемся. Вот наш календарик. Так, сейчас мы посмотрим. Сегодня у нас, дай бог памяти, 10-е. Так, 9-е, 10-е. Эта неделя у меня занята, я сейчас скажу, чем. Мы стартанем с вами с 20-го. И дам я вам на все про все. Так, 20-е, это у нас что? Это у нас понедельник. Так, и 4-го, в понедельник, уже декабря, мы с вами закончим. То есть, вот так мы решим. С 20-го по 4-е. Вы сейчас скажете, ой, что-то мало так времени, не торопитесь. Во-первых, вот эту неделю я вам дам возможность поразмущать. И еще у меня есть одна работа для вас. То есть, эту неделю мы посвятим фотошопу для продолжателей. Мы будем делать данных. Видео я сделаю сегодня, сразу после этого видео. Я сделаю видео для продолжателей. И дам вам тоже одну недельку. 20-го вы должны все мне работы прислать. Куда вы знаете. Если нет, то вот ссылка. А с 20-го мы с вами стартаем этот праздник мандаринов. Теперь к условиям конкурса. Во-первых, почему неделю я дал вам на раздумье? Потому что я хотел бы так, чтобы команды теперь состоялись 15 человек. Мы провели с вами конкурс, который показал на скамейке запасных отличные ребята, которых можно вводить в общий состав. Также у нас остается играющим тренером Оксана Медведева. Есть она, а не против, конечно. И Юрий Матвеев. Я с ним уже переговорил. Он согласился. Сказал, ну ведь, в общем-то, тренировать некого. Я говорю, подожди, это не последний конкурс. И вот он настал, Юрий Матвеев. Значит, ваша задача, как игровых тренеров, найти 15 человек за это время. Сделать список. Поставить под этим видео, я его потом прикреплю наверх, и он будет всегда виден, кто и за кого играть. То есть у нас будет две команды по 15 человек. И в этот раз нужно будет сделать только одну работу. Сейчас я объясню, почему. Как капитаны будут действовать, эти игровые, да, наши тренеры. Это я предоставляю им. У каждого могут быть свои секретные ходовки, которым не обязательно посвящать своего соперника. Правда? Как вы будете организовываться, как вы будете это обсуждать, как вы будете распределять игроков. И сами игроки будут брать на себя что-то. Это я предоставляю вам. А тема мандарин будет представлена по-разному в этот раз. Потому что я решил дать каждой стороне ее сильные стороны. То есть женщина, это для меня, это хранительница очага прежде всего, да. Это вкусная еда, это тепло, это домашний уют и так далее. Поэтому я хочу дать женщинам задание. Я специально посмотрел, оказывается есть рецепты с мандаринами. Их я нашел уже 62. То есть вы должны будете нам предоставить какие-то или натюрморты, или еще что-то. В общем, озвучить, озвучить, показать, что можно сделать из мандарина. Причем, понимаете, чтобы вы не пугались, там, с него каши не сваришь, да. Можно использовать готовые соки, можно использовать готовые мармелады, можно использовать там какие-то торты сверху, украшать их дольками, класть рядом аппетит и так далее. Фантазия для вас, ребята, девочки. Это вам. Так? А ребятам я хочу дать задание сделать экшен. То есть вот этот апельсин, он должен или летать, или взрываться, или плыть, или... Я не знаю, что с ним можно сделать, брызги и так далее. Вот давайте мы посмотрим, я, чтобы пояснить, я дам сейчас две картинки. Вот для девушек даю картинку и для парня. Это не значит, что у вас все такие картинки должны быть. Поэтому я говорю, капитаны, позаботьтесь о том, наши уважаемые игровые тренеры, чтобы вы обговорили, кто что будет делать, чтобы не получилось, что все бросили в воду и радостно потирали ручки. Это вот ваше задание. Распределять это дело. Так? Также игроки могут советоваться со своим тренером. Если такие работы, вот эту я сделал, а может быть она чего-то там не так. То есть Юрий опытный товарищ, так же, как и Оксана. Я думаю, что они смогут направить вас в нужное русло. И это еще не все. Потому что, почему я сказал одна работа? Ну, во-первых, я заметил, что три работы, две идут более-менее, третья идет уже как бы, ну, в догонку. И не всегда она держит уровень тех первых, или первых двух, или первых. Поэтому я и дал теперь возможность вам сделать только один шедевр. Но, я придумал такую систему, что если вы к своей картинке приложите бэкстендж, бэкстендж, допустим, как снимался взорватый мандарин, я к примеру говорю, или как я ушвырял, и где я ушвырял это, и что я при этом. То есть бэкстендж должен быть, маленький картинка, допустим, да, и описание. То это будет давать вам пять очков, плюс командные пять очков. Каждый бэкстендж будет засчитываться, и чем больше будет бэкстенджеров, то есть, пожалуйста, если все 15 человек сделают по пять, это будет 65 очков вам, да? Я не ошибаюсь, что за пол стол может 15 на 5, 75, 75 очков вы можете положить. Но это добровольно непринудительно, скажем так, это добровольно. Если хотите помочь своей команде, то, пожалуйста, бэкстендж, но бэкстендж он бы такой, не так, что я снимал камеры Кэнон, там объеки в такой-то, и все. Нет, нет, ребята, должен был снимок с рабочего момента, может быть, два, может быть, три, если мало будет. Там в комментариях можно это доставлять. И описание, краткое описание, не надо сильно рассуливать, но краткое описание. Как я, во всяком случае, я взглянув на него, должен понять. И тогда я засчитываю эти пять очков. Если я не понимаю, ну, я не засчитываю. Дорогие наши девушки и женщины, они скажут, а мы что должны? Девушки, а с вас рецепты? С вас рецепты, с описанием, с хорошим. И если я, как мужчина, тоже пойму, как это приготовить, то это тоже вам пойдет в плюс. Но я вам говорю, что не пугайтесь, что я подразумеваю по словам, значит, фуд. Да, вы делаете фуд. Вы делаете, ребята, экчен, а вы, девушки, делаете фуд. Что я подозреваю? Ну, даже вот, чай с корочками засохшего мандарина, это уже фуд и это уже мандарин. То есть здесь нет ограничений. Единственное ограничение, так как экчен более сложная штука, чем фуд, то я разрешаю мужчинам пользоваться во всю фотошопом. То есть ограничений нет. Единственное ограничение, вы не должны использовать чужие картинки. То есть если у вас есть какой-то хороший задний план, который вы сами снимали, да, есть какой-то там, не знаю, что для вас понадобится, допустим, да, если вам понадобятся брызги, а у вас нет возможности в квартире эти брызги изобрести, то пользуйтесь фотошопом, за это снижение не будет. Наоборот, это я вам даю. И в этом случае, как бы, мне кажется, что шансы равны, уравновешены. Я взял каждого сильную его сторону, да, и каждому дал возможность поддержать команду бэкстейджерами и так далее. Подводим итоги. Я надеюсь, что все я более-менее понятно объясню. Если нет, то сегодня, сегодня во время фото просиделок, вы можете все уточнить. Я привожу к вашим условиям. К вашим условиям. О, блин. Начинаешь русский так забывать потихоньку. Итак, подводим итоги. Главное действующее лицо – мандали. Девушки делают фут с мандарином, ребята делают экчен с мандарином. Каждый пожелание может сделать бэкстейдж, который даст дополнительные пять очков команде. Я буду их прибавлять. Голосование мы проведем точно так же. Сейчас все могут принять участие, в том числе и новички. Я вам говорю, что ребята, видите, мы уже увеличиваем нашу команду, то есть есть задел. Поэтому у новичков я не ограничиваю. То есть новичок может и сделать фут, и новичок может сделать экчен. Пожалуйста. Но у ребят, у девчат определенное задание. Потом я их выведу в отдельную галерею, и мы с вами проголосуем. Если вы спрошите, можно ли комментарии, конечно, ребята, оставляйте комментарии, оставляйте. Вы можете даже там тоже голосовать. Во всяком случае, у человека будет приятно. Но не все обнулируются. Помните об этом. И что касается меня, я не буду над схваткой, я буду участвовать. Но просто как для того, чтобы поддержать и тех, и тех. Я сделаю, может быть, и фут с мандарином, и какой-нибудь экчен. У меня руки чашутся. Я уже придумал. И руки чашутся. Так что я обязательно поставлю какую-нибудь работу, как заголовок, чтобы поддержать вас. Ну, вроде бы все сказали. Поэтому конкурс мы стартуем, как я сказал, с 20-го. Сейчас идет подготовка к этому конкурсу, проработка идей. А с 20-го, ребята, полный вперед, потому что останется, по-моему, две недели всего. Да, две недели остается. С 4-го мы заканчиваем. Заканчиваем. И там я делаю отдельную галерею для голосования. Так. И вот эту неделю вы можете тоже спокойно использовать, если у вас уже все готово, команда готова, допустим, да, уже списались, все готово, есть идеи, распределились, то вы можете сделать фотошоп для продолжателей, который я сегодня сразу за этим видео и сделаю. Договорились? Ну, тогда у меня все, дорогие друзья. На этом я с вами прощаюсь. приходите сегодня на фото-посиделки, если есть вопросы, потому что будут вот эти две темы, а потом мы уже с вами продолжим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok